В этот день, 13 ноября 1758 года, был основан Медицинский институт имени Сеченова. 13 ноября 1818 года родился Михаил Катков, известный российский издатель и журналист. Михаил Катков признанный отец русской политической журналистики. Как издатель и медиа-менеджер, начинал он с журнала «Русский вестник». Не только публицистика, критические статьи о русской литературе, но печать того, что станет классикой. Отцы и дети Тургенева были напечатаны именно в «Русском вестнике», а на Каренина и «Войная мир» Толстого тоже. Но главное, не этим прославился Катков. Эпоха и стала печатем московских ведомостей. К 1860-м Катков уже сблизился с самыми влиятельными лицами государства – Милютиным, Горчаковым. С ним переписывался обер-прокурор победоносцев, да что там, за катковскими статьями в ведомостях следил император. Это позволило автору и издателю обрести твердый голос. Впервые на странице газеты вольно рассуждали о политике внешней и внутренней. Иногда Каткова называют просто «провластным агитатором», что далеко от правды. Он нередко платил штрафы за публичную критику политики. Однажды штрафов накопилось столько, что вышла его статья. До сих пор в истории московских ведомостей были только два случая перерыва. Один в 70-х годах прошлого столетия во время чумы, другой в 12-м году при нашествии французов. Третьему случаю суждено было осуществиться в настоящее время по нашей вине. Газету не закрыли. В этом поучаствовал сам государь. Патриотический голос Каткова активно призывал к войне с Турцией в 1877 году, в чем и преуспел. Он открыто собирал деньги на поддержку русских добровольцев, которые уже бились на Балканах за свободу православных, говоря, что «мы без войны уже воюем более года» и что необходимо выйти во что бы то ни стало из этого безотрадного положения. Каткова теперь читали и в Лондоне, и в Париже. Впервые в России он превратил журналистику в четвертую власть. В день смерти Михаила Каткова во всех церквях страны проходили поминальные службы. 13 ноября 1851 года между Санкт-Петербургом и Москвой началось сквозное движение на Николаевской железной дороге, самой длинной на тот момент в мире. 13 ноября 1872 года вышла в свет азбука «Школьное пособие для детей», написанная Левом Толстым. «Мало какой роман давался графу Толстому тяжелее, чем, казалось бы, простое пособие для поучения деток грамоти и арифметики. Азбука. Я положил на нее труда и любви больше, чем все, что я делал и знаю. Даже американский консул в России вспоминал за много лет до того. Он, граф, много раз спрашивал меня о разных методах, употребляемых в Америке, и по его просьбе я мог доставить ему из Нейшн хороший выбор американских начальных элементарных способов обучения чтения». Неудивительно, педагогика находилась в начале пути, а в России при том было так много семей деток, нуждавшихся в доступе к простым, дешевым учебным пособиям. Задолго до выхода азбуки Толстой организовал в своем имении бесплатную детскую школу, где лично и с женой обкатывал разные педагогические подходы. Однако первое издание азбуки подверглось резкой критике. Всякий старался съязвить что-нибудь о слоге Толстого, о сомнительных его методах, даже о его рассказах, которые шли приложением к азбуке. Граф постарался спокойно отнестись к критике и даже продолжил работу. Еще два года он что-то менял, добавлял. Его новая азбука уже стала настоящим педагогическим триумфом. Лев Николаевич искренне желал, что теперь по ней обретут грамотность хотя бы два поколения русских детей, от царских до мужицких. Новая азбука и правда будет издана еще при жизни автора целых 28 раз. 13 ноября родились Михаил Ефимов, первый российский авиатор. Он поднялся на самолете в воздух 25 декабря 1909 года. Инженер-конструктор Георгий Бабакин, разработчик советских луноходов. О нем коллеги говорили. Бабакин производил впечатление фантазера. Он поразил меня фанатичностью, верностью идеи. Выходить из простой семьи, увлеченный радио, непрошедший школ типа Ландау, Капицы, Георгий Николаевич тем не менее заведовал одной из самых интеллектуальных частей советской космической программы, куда его поставил Королев. Бабакин производил все первые планетоходы в мире. Луноход, первые успешные высадки аппаратов на Венере. За всем этим стояло НПО Лавочкина, которое и возглавлял Бабакин. Имя Королеву долгое время было засекречено и неизвестно широкой публике. Что уж говорить о Георгии Бабакине. 13 ноября 1941 года был расстрелян немцами Макар Мазай, Столивар Стахановец. Он попал в оккупацию, но после пыток отказался сотрудничать с гитлеровской властью, за что и поплатился жизнью. Таким был этот день 13 ноября.